Поучение святого Иоанна Златоустова о покаянии. Покаяние имеет великую силу. Оно может человека, сильно погрузившегося во грехи, если он захочет освободить от бремени грехов. И когда он находится в опасности, поставить в безопасности, хотя бы он достиг самой глубины зла. Это можно видеть из многих мест Писания. Иеремия 8,4. Разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Оно может, если мы захотим опять изобразить в нас Христа. Ибо послушай, что говорит Павел. Дети мои, доколе я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Оно может, если мы захотим опять изобразить в нас Христа. Только мы должны приступить к покаянию. Посмотри на человеколюбие Божие. Нас следовало бы наказать всеми родами наказания, еще с самого начала, за то, что приняв закон естественный и получив тысячи благ, мы не познали Господа и вели жизнь нечистую. Но Он не только не наказал нас, а еще даровал нам бесчисленные блага, как будто бы мы совершили великие подвиги. Потом опять мы отпали. Но Он и после того не наказывает нас, а даровал врачество покаяния, которое может уничтожить и изгладить все грехи наши. Только если мы знаем, в чем состоит это врачество и как им нужно пользоваться. В чем же состоит врачество покаяния и как оно употребляется? Во-первых, оно состоит из сознания своих грехов и исповедания их. Псалом 31.5 «Но Я открыл тебе грех Мой, и не скрыл беззаконие Моего. Я сказал, исповедую Господу преступления Мои, и Ты снял с Меня вину греха Моего». И еще говорит Исайя 43.26 «Я, Я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого, и грехов Твоих не помяну. Говори Ты, чтобы оправдаться». Во-вторых, покаяние состоит из великого смиренно-мудрия. Оно есть как бы золотая цепь, которая, если взять ее за начало, следует вся. Так точно, если ты будешь исповедовать грехи, как должно исповедовать, то душа смирится, ибо совесть, терзая ее, делает смиренную. Со смиренно-мудрием должно соединить и нечто другое, дабы оно было таково, о ком молился Давид, когда говорит «Сердце чисто, созижди во мне Божие», Псалом 12. И еще «Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, ибо сердце сокрушенное не возмущается, не оскорбляет других, но всегда готово терпеть страдания, а само не восстает ни на кого. В том и состоится крушение сердца, когда оно, хотя само бывает оскорбляемо, хотя терпит зло, остается спокойным и не возбуждается к мщению. После смиренно-мудрия нужны непрестанные молитвы и обильные слезы днем и ночью». Псалом 6.7 «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». И еще Псалом 101.10 «Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами». После молитв, столь усильных, нужно великое милосердие. Оно в особенности делает сильным врачевство покаяния, как во врачебных средствах, лекарства, хотя много трав содержит в себе, но главную, одну, так и в покаянии, подобно многоцелебную травою, бывает милосердие. И даже от него зависит все. Ибо послушай, что говорит Божественное Писание. «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». И еще Даниил 4.24 «Искупи грехи твои правдой и беззакония твои милосердием к бедным». И еще «Вода угасит пламень огня, и милость ты не очистит от греха». Сирахов 3.30 «Далее не нужно ни гневаться, ни пометозлобствовать и прощать всем грехи их». Как говорит Премудрый, человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то прости ты вам, Отец ваш Небесный». Матфея 6.14 «Также нужно отклонять братью от заблуждений. И ты, некогда обратившись, говорит Господь Петру, утверди братьев твоих». Еще нужно искреннее обращение со священниками. «И если он соделал грехи, простятся ему». Иакова 5.15 «Нужно защищать обижаемых, не гневаться, переносить все кротко». Теперь, когда мы узнали, каким образом совершаются покаяния, отпущения грехов, и что мы можем избежать всего, если захотим воспользоваться им, как должно, можем ли мы получить прощение, если не станем думать о своих согрешениях, «Если бы мы исполняли это, то все было бы сделано. Как вошедший в дверь уже находится внутри, так точно и помышляющий о собственных согрешениях. Ибо кто ежедневно помышляет о них, тот непременно достигнет и до их исцеления. А кто только говорит, «Я грешен, но не представляет себе грехов своих порознь и не припоминает, в том-то и в том-то я согрешил», то тот никогда не перестанет грешить. Он часто будет исповедоваться, но никогда не будет думать о своем исправлении. Нужно только начать, а все прочее непременно последует за тем, если только будет сделан приступ. Ибо во всем трудны только начало и приступ. Итак, положим основание, И все будет легко и удобно. Начнем покаяние, увещеваю вас. Один с усильных молитв, другой с обильных слез, третий с сердечного сокрушения, и последнее, как оно, немало, не бесполезно. Исайя 57, 17, 18. Все же вообще начнем с милосердия, с оставления ближним согрешений их, с забвения обид, с воздержания злопамятства и мстительности, смиряя таким образом души свои. Если бы мы постоянно вспоминали о грехах своих, тогда ничто из предметов внешних не могло бы возгордить нас. Ни богатство, ни могущество, ни власть, ни слава, но если бы даже мы сидели на царском троне, и тогда плакали бы горько. Блажен, говорит, Блаженный Давид был царь, и однако говорил, Псалом 6, 7, Утомлен я воздыханиями моими, Каждую ночь омывая ложе мое, слезами моими омочая постель мою. Не багреница, ни дая дема, нисколько не причиняли ему вреда и не возбуждали в нем гордости, потому что он сознавал, что он человек. Он имел сердце сокрушенное, потому и плакал. Что такое дела человеческие? Пепел и пыль, прах пред лицом ветра, дым и тень, лист и цвет, уносимые ветром, сон, мечта и басень, пустое колебание воздуха, легко возбуждаемое, перо возметаемое, течение непостоянное, и все, что только может быть, еще ничтожнее этого. Посему увещеваю вас, будем стремиться к горней славе, дабы достигнуть ее. Эта слава есть истинная слава, а от всего житейского будем удаляться, дабы нам получить благодать и милость во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держава, честь и поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь.